А вы знаете, откуда взялся обычай ставить вот такие колонны на площадях? Оказывается, он пришел к нам с давних времен. Раньше люди ставили на площадях высокие каменные столбы, чтобы узнавать время. Это было не что иное, как древние часы. Только вместо секунд, часов и минут использовали длину тени, которую мерили шагами. Такие столбы, указывающие своей тенью сколько времени, назывались гноманами, что значит указатель. Например, можно было сказать, он вернулся, когда тень была уже 8 шагов. А в комедии древнегреческого поэта Аристофана одна женщина говорит своему мужу, когда тень будет 10 шагов, приходи ужинать. Даже в последующие века, когда были изобретены более удобные часы, гноманы продолжали ставить на площадях. Однако это делали не для того, чтобы узнавать время, а по привычке, чтобы площадь не казалась пустой и неуютной. Гноман превратился в колонну, служившую памятником или просто украшением. А еще человек придумал солнечные часы. Только гноманом стал называться уже не высокий столб, а небольшой колышек. Его забивали в землю в хорошо освещенном месте. А вокруг него чертили круг. Затем круг обкладывали камнями. Это был первый циферблат. Тень от столбика, передвигаясь по кругу, останавливалась в разное время на разных камнях. И это было гораздо удобнее, чем мерить тень ступнями.